Приветствую вас! Я думаю, что мужчина просто-напросто расслабился из-за того, что вы принадлежите ему, и он перестал бояться вас потерять, перестал бояться вами дорожить, ой, то есть перестал вами дорожить просто, вот. И, конечно, это связано с тем, как вы себя с ним ведёте. То есть вполне возможно, что вы себя так и велите с ним, что он понял, что ему бояться нечего, что вы никуда от него не денетесь, что вы будете с ним, ну и всякое такое. Вот. Это первое. Второе. Если вы считаете, что мужчина должен помогать материально, а он вам не помогает, то что вы, собственно говоря, делаете с ним? Почему вы до сих пор с ним? Зачем вы пытаетесь добиться от человека признания, если он откровенно не хочет вам помогать? Вы определитесь для себя, вы либо принимаете тот факт, что он вам не помогает, и всё равно продолжаете с ним быть, ну потому что у него, например, есть какие-то другие положительные стороны, черты и качества, да? Или нет. И вы говорите, нет, всё, меня это не устраивает, мне этот человек не подходит, как бы, и всё. И расходите с ним, и перестаёте с ним вообще встречаться, общаться и как-либо взаимодействовать. Вот. Вместо этого у вас раздражение на него, непринятие его выбора и так далее, и так далее, и так далее. И поскольку раздражение это ваше, разочарование это ваше, то, соответственно, с причинами этих чувств, с причинами этих эмоций, с причинами этих состояний вам нужно разбираться самой, понимаете? То есть, грубо говоря, проблемы на работе возникли у вас из-за чего? Как так вышло, что квартира черновая? Что вы можете сделать сейчас, чтобы опять начать работать? Вот. Понимаете? Ну вот. Вот на этом нужно доострять внимание, а не надеяться, что кто-то другой поможет вам или нет. Он может помочь, а может не помочь, понимаете? То есть, в любом случае, это такая зависимость. Или может помочь, а потом от вас что-то требовать, например, считать, что вы ему должны, или что-то ещё. Вы считаете это здорово для вас? Вот. Кроме того, у мужчины должен быть стимул помогать вам. У мужчины должен быть стимул что-то для вас сделать. Если у него этого стимула нет, значит, что-то случилось. Вот вы говорите, что после семи месяцев отношений он перестал как-либо поддерживать. Что произошло? Что имело место быть? Нужно разобраться и там уже будет понятно, почему он перестал. Ну вот. Ну так вообще по вашему описанию мужчина просто недостаточно серьёзно настроен по отношению к вам. То есть, вы встречались на расстоянии, вполне возможно, что поначалу его это устраивало, поначалу ему всё нравилось. А потом он просто понял, видимо, что таких серьёзных чувств к вам у него нет. Вот. И, соответственно, поэтому перестал в вас вкладываться. То есть, если изначально у него была какая-то влюблённость, симпатия, страсть, то сейчас это, очевидно, идёт на нет. И, в свою очередь, это может говорить о том, что мужчина перестал видеть с вами будущее. Но вопрос в том, хотите ли вы это принять, можете ли вы это принять сейчас. И желаете ли вы всё-таки за свою жизнь, за своё благосостояние, за своё спокойствие, за свою безопасность нести ответственность самостоятельно, без мужчины, без кого-либо. Что касается того, что вы считаете, что это ненормально, ваше право, так в таком случае нужно вам общаться с человеком, который, ну, с того же взгляда, что и вы, который считает, что мужчина должен помогать и поддерживать свою женщину. Но, опять же, определите для себя, чем вы готовы за это платить. То есть, какая цена у этого будет, потому что люди, если помогают, они помогают не просто так. Ну, то есть, кому-то нужна поддержка, кому-то нужна ответная помощь, кому-то нужна благодарность, кому-то нужно подчинение и так далее. Готовы ли вы, вот, значит, соответственно, ну, платить за эту помощь? Или будете искать того, кто будет вам помогать просто так? Ну, то есть, ничего не желая взамен. Такие люди тоже есть, но их нужно поискать. Ну, и не мешало бы определить то, чем обусловлен ваш выбор отношений на расстоянии. Вот. Это, я полагаю, тоже имеет свои причины. Вот. Больше личной ответственности Оксана, больше полагаться на себя, меньше на мужчин, и больше анализа своего поведения, своего пути. Тогда подобных, подобных ситуаций у вас не будет. Понимаете? Потому что дарить подарки, давать деньги, это, скорее, право, а не обязанность. Тем более, пока вы с ним не семья. Пока вы не мучает жена. Вот. Пожалуйста, об этом не забывайте. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.